Нам известно, что сумму некоторых одинаковых слагаемых принято записывать короче, в виде произведения. Например, сумму, состоящую из пяти слагаемых, равных четырем, можно заменить на произведения четырех и пяти. Произведения одинаковых чисел также можно записать короче. Например, произведение пяти четверок можно записать вот так. Это произведение называют степенью. Читается четыре в пятой степени. Запись четыре в степени три означает произведение трех четверок. При этом число четыре называют основанием степени, а число три – показателем степени. Число три показывает, сколько раз нужно взять множителем основание степени число четыре. Четыре в третьей степени равно шестидесяти четырем. Степенью числа а с натуральным показателем n, если n больше единицы, называют произведение n натуральных множителей, каждый из которых равен а. Рассмотрим несколько примеров. Найдем чему равно два в пятой степени. Эта запись означает, что два в качестве множителя повторяется пять раз. Получаем произведение из семи троек. Теперь найдем чему равно три в седьмой степени. Эта запись означает, что три в качестве множителя повторяется семь раз. Получаем произведение из семи троек. Перемножив их, получим 2187. Таким образом, можно вычислить любую степень числа с натуральным показателем большим единицы. Стоит запомнить, что любое число в первой степени будет равняться ему самому. Вторую степень числа называют квадратом числа. Запись читают четыре в квадрате. Третью степень числа называют кубом числа. Запись читают четыре в кубе. Обратите внимание на таблицы квадратов и кубов натуральных чисел. Со временем вы их запомните. Например, квадрат числа 11 равен 121 числа 12 144 и так далее. Теперь обратимся к таблице кубов. Куб числа 3 равен 27, а куб 5 равен 125. На этом уроке мы познакомились с понятием степени с натуральным показателем, узнали, что это такое, а также рассмотрели квадрат и куб числа.